Так, это что такое? Опять всю ночь кино смотрел? А мусора сколько? Полчаса до открытия кинотеатра. Так, а еду ты откуда взял? Как откуда? С буфета? Точно не из супермаркета. Так в кинотеатр же нельзя с едой из супермаркета. Молодец, молодец. Ладно, все, хоп-хоп, давай собрался и на рабочее место. Эээ, мусор, мусор. Эх, обожаю свою работу. И всем привет, меня зовут Влад А4, Кобяков. Ребята, помните ролик 15 способов пронести еду в кинотеатр? Помнишь? Так вот, вы знали, что этот ролик занимает пятое место по количеству просмотров среди всех наших роликов. Там 37 миллионов просмотров. Сколько? 37 миллионов просмотров! И это значит, что вам этот ролик очень понравился. Поэтому мы решили повеселить вас и снять вторую часть. Но сегодня способы пронести еду в кинотеатр будут еще круче, еще смешнее и еще более оригинальные. Поэтому присаживайтесь поудобнее. И если хотите, чтобы мама принесла сладости из магазина, ставьте лайк. Ну а мы начинаем. Первый способ довольно-таки простой, но рабочий. Все, что нам для этого понадобится, большие щеки. Кобяков, это прям для тебя способ. Да. Так, проносить мы будем скитлс. Но как мы это сделаем? Короче, Кобяков, засовываем в рот как можно больше скитлса, и у нас что? Будут такие набухшие щеки. Далее мы берем бинт и имитируем, как будто мы только что были у стоматолога. Это гениально, коллега! Предлагаю приступать. А что делать, если он с нами заговорит? Да не заговорит он с нами, он войдет в наше положение. Поймет, что у нас парализован рот, и просто нас пропустит. Ну, давай попробуем. Я готов. Слушай, слушай. Ой, что ты готов? Погнали, какие-нибудь это. Угу. Подожди, у меня еще есть место. О, ребята. Здрасте. Зубы лечили. Сверлили. Мне тоже неделю назад сверлили. Главное, полчаса ничего не есть. Капец у вас опухоль. Зуб мудрость удаляли, да? Все. Ладно, ребята, проходите. Такие молодые уже зубов. Наверное, конфет переели и все, полупадали. А потом начинается кариес, лечить надо. Молодежь. Изи. Думаю, как раз к концу фильма и дожуем. От следующего способа билетер просто обалдеет. У него голова обзорвется. Но перед этим, зрители канала А4, я хочу вам кое-что интересненькое рассказать. Я недавно захожу в статистику канала и знаете, что увидел? Нас смотрит ровно половина 50% мальчиков и ровно 50% девочек. Прикинь, ровно пополам, это так прикольно. И тем, кто смотрит наш канал без подписки, я вам предлагаю устроить батл. Батл между мальчиками и девочками. Ребята, кто не подписан прямо сейчас, объединяйтесь, нажимайте на кнопочку подписаться и в следующем ролике я скажу, кто с этой задачей справился лучше. Ты на кого ставишь? Я на девочек. Но пацаны тоже могут не подвести. Кнопочка подписаться внизу. Блин, вот что бы ты хотел пронести в кинотеатр? Я бы хотел пронести в кинотеатр пончики, это же так клево. А как насчет пронести в кинотеатр чупа-чупсы? Это представь какая универсальная штука. Взял один и 10 минут тебе вкусно. Потом взял второй, третий, четвертый, пятый, шестой и фильм закончился. И на протяжении всего фильма тебе вкусно. Интересно. Ну, как будем это проносить? Есть одна идейка. А что, если мы сделаем дизайнерскую футболку? На нее поместим пончик и пришнем чупа-чупс. Блин, Владос, мне кажется, это не проказ. Вот ты уверен в этом способе? Ты видел, какая мода сейчас? Ты смотри, что бывает на показе мод. Вот такое бывает. Вот такое. И даже вот такое. Ну да, мне кажется, этот способ заработает. У нас-то всего лишь пончики и чупа-чупсы. 100% сработает. Тем более, в моде-то мы шарим. И делать крутые и фирменные майки мы умеем. Наши зрители могут в этом убедиться, если зайдут на сайт а4shop.ru и закажут себе что-то из мерча А4. Качество там просто пипец. Тем более, за покупку от 2000 российских рублей и выше, ты получаешь автограф от самого Влада А4. Ого! Быстрее залетайте на сайт, ссылка в описании. Ладно, приступаем. Также нам может пригодиться скотч и нитки с иголкой. Ну что, приступаем к шитью. Что-то наверняка. Так. Чупик. Так. Готово! Ну что, переодеваемся? Дизайнеры, будем смотреть фильмы. Здравствуйте, пилитереры. Это что такое? Вы что, опять еду собираетесь пронести? Вы что? Нет. Мы приехали из Милана. Мы дизайнеры. Вы что, не в тренде? Не понимаете, не следите за модой? Я не в тренде? Смотрите. О, это старый трендео. Вы выглядите безвкусно. Что за немодные усы? А что это за туфли на вас? Вы посмотрите. Проходите, глаза бы мы этого не видели. О, будем смотреть фильмы у немодного кинотеатра. Поставлю вам один звезда. Что, они костюмы пристали? Нормальный. Не с Милана, конечно, но подмосковье. Все бабочка, велюр, классика. Моя Люда оценила, не знаю. Ну что, Владислав Павлович. Нормальный способ. Согласен, Владислав Андреевич. Друзья, друзья, друзья. У меня для вас реально классная новость. Все мы любим скидосики. Ну а как насчет скидок до 50%? Все это есть на распродаже 11 ноября в Джун. И не только. Там будет куча товаров со скидкой. Среди них вот такие классные наушники. И этот мощный пауэрбэнк. Ты можешь уже начинать добавлять покупки в корзину. И получишь дополнительную скидку 10% ко всем остальным. А также Джум разыгрывает 100 тысяч российских рублей среди всех, кто участвует в распродаже. Используй мой промокод и присоединяйся к розыгрышу. Ссылка на Джум и промокод в описании под видео. Не упускай возможность выгодно пошопиться. Кейп Бичков, смотри, я тут своими ручками купил маршмелки и нарисовал на них глаза. Я предлагаю взять тебе эти маршмелки и засунуть под очки. Давай. Так, погнали. Знаешь, если вот так вот моргать быстро, то можно как бы и перепутать с настоящими глазами. Я не знаю, я не вижу тебя. Ну ты ролик посмотришь? Но выглядит интересно. Ладно, погнали быстрее к билетеру. Помогай мне. Давай, давай. Так, братан, сейчас такой фильм посмотрим. Блин, понравится нам по-любому. Держите билетик, мы в кинотеатре. Здравствуйте, а что с вашим другом? А что с моим другом? А что со мной? Красивые зеленые глаза, редко такие встретишь. А что он так тарашивается? Да нормально, он просто фильмы любит смотреть. Это что такое? У вас глаз выпал. Держи. Это же желатиновое. Вы что? А ну, пошли вон отсюда. Бежим, бежим. Но, взяли моду, таскают эту еду из супермаркетов. Вон, магазин кинотеатра. Подошли, купили. Мне в зарплату капнуло. Они не покупают, денег нет, зарплаты два месяца нет. Я же не Леонардо Ди Каприо. Стоять там у камеры, миллионы зарабатывать. Я за хороши, но от души. Покупайте в буфете еду! Загладил он со своим буфетом. Там же выбора нету, наценки огромные. Да вообще он меня раздражает. Я бы ему в лоб бы дал. Кобяков, ты гений! У меня такая крутая идея появилась. Давай мы тебя сделаем боксером. Наградим тебя медалями шоколадными. А я буду тренером. А давай. Так, какой боксер без боксерских перчаток? Они всегда со мной. Хм, в них мы тоже сможем насыпать конфет. А ну-ка двоечку. Оп, еще, еще. Ну, Кобяков, ты заслужил кубок. А подожди-ка, он пустой. Это тебе за самую лучшую двоечку в 2020 году. Тихо, тихо. Это за то, что ты на канал подписался. На канала 4. Это за то, что колокольчик нажал. Так. А за лайк? Сынок, за лайк ты получаешь только уважение. Ну, а это шоколадное, чтобы мы поели побольше. Так, давай двоечка, двоечка. Оп, апперкотик. Так, погнали, погнали. Еще двоечка. Так, все, 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 в угол ринка, в угол ринка. Спортсмены пожаловали. Не просто спортсмены, я заслуженный тренер. А это семикратный чемпион по боксу. Подержите наши билетики. Я же в 95-м тоже боксом занимался. А потом в ухо дали, я что-то... Ммм, 7 медалей. Золото. Так, опять вы хотите еду в кинотеатр пронести. Атак! А ну, а ну! Пошли вон. Пошли вон. На тренировочку. Я вам сейчас такой бокс устрою. Убегаем. Медаль шоколадная, это, конечно, банально. Ну, а вот усы ненастоящие, это, конечно, беспредел. Что ему не понравилось? По-моему, я нормально играл боксера. Что? Ты сейчас просто офигеешь. Может быть, вы видели надувные круги для плавания разных форм. Например, фламинго. О, фламинго видел. Пицца, пончик. Понимаешь? Понимаю. Давай закажем самый огромный, настоящий пончик в мире. Чтобы билетер его перепутал с надувным кругом. А давай. Срочно иду заказывать. Ну как тебе? Офигеть. Так. Я такого огромного пончика никогда не видел, вообще нигде. Блин, он так аппетитно выглядит, хочется его откусить. Тихо, тихо, тихо. Ну, один маленький кусочек. Ну, это же вообще ничего. Посмотри, какой он огромный. Ладно, давай найдем место, где это будет незаметно. Кусай здесь. Тут он не заметит. Очень вкусно. Ну что, Кобяков, залазь и погнали. Так, осторожней. Погнали. Сегодня в аквапарке так круто было. Держите билетики. Как на 3D принтере напечатали. Качество изображения, да? Выглядит как настоящий пончик. Ну что, мы идем? Проходите. Как настоящий пончик. Да нет, таких в природе не бывает пончиков. Хотя идея была бы классная. Если бы я хотел пройти в кинотеатр со своей едой, такое бы использовал. Мне кажется, мы его за целый фильм не съедим. Ты просто не знаешь, насколько сильно я люблю пончики. Итак, Кобяков, у нас есть задача. Нужно пронести все это маршмелло в кинотеатр. Так, в рот, конечно же, мы их не поместим. Слишком много. Даже в мои щеки не влезут. Но мы можем сделать из них аксессуар. К примеру, бусы. О, а помнишь эти конфеты из детства в форме часов и ожерелья? Точно. У меня как раз такие есть. Смотри. Официт и бусы. Давай, Кобяков, ты делаешь бусы из маршмеллоу, а я пойду вот в этих. Но я тебе потом дам, у меня их много. Ну ладно. Ребята, я вот не понимаю, а сколько здесь времени? Напишите в комментариях, что я по стрелкам не понимаю. Как все мои бусы? О, я думаю, что меня он точно не запалит. Но вот с тобой, конечно, риски. Пойдем. Тан-тан-тан, вроде не опаздываем нафиг. Здравствуйте! Ёк-макарёк! Вот это да! Что такое? Это ж часы съедобные! Это ж прям как из моего детства! Какая ностальгия! Браслет! Это ж сейчас съедобное! Ожерелье! С таким в кинотеатр нельзя! Ну да. Так, давай сюда. Видишь, что придумали? Надурить меня решили! Так, все, что стали? Проходите. Блин. Аж сердце заколо. Как вспомню. Чайский одел. Что-нибудь сладенького захотел? Тысячу лет таких не ел. Вот это старик учудил! Он так сильно отвлекся на эти конфетные часы, что совсем забыл про Кобякова. Кобяков, вот я думаю, мы постоянно проносим еду, а вот что если во время фильма нам захочется пить? Вопрос, конечно, интересный. Но у меня есть пару вариантов, как мы можем это сделать. Так, ты выбирай напиток, а я все организую. Так, ну конечно же, бутылочку кока-колы. Здрасте. Так, Кобяков, ты мне обещал способ. Так вот он, на мне. Смотри. Я понял. Итак, смотрите фокус. Кока-кола. И отпускаю. Тут есть потайной карман. Ага, держи. Так. Блин, мне на самом деле кажется палевно немножко. Да не, нормально. Ладно, сейчас собрался. Пузо. Все, пойдем. Мне кажется палевно, Кобяков. Нормально. А где билетер? Билетера нет! На халяву проскакиваем. Что, билетер в туалет не может сходить? Минутку не было. Надеюсь, никто не проскочил. У меня созрел план. Ты рифмовать умеешь? Еще как. Ты просто офигеешь. Воу, воу, воу. Мощно. Значит, мой план должен сработать. Мы с тобой сейчас превратимся в настоящих батл эмси рэперов. Йоу-йоу. Засунем много конфет в кепку. Она у рэперов должна такая быть, на высоте. Йоу. Йоу, ноу, ноу, папарацци. Окей. Эмси Кобяков, йоу. Йоу-йоу. Также я засуну вот этот вот мешок конфет себе в штаны. Объясню. Рэперы всегда ходят с опущенными штанами, такие типа, йоу-йоу. А я буду просто держать конфеты. Блин, вот у вас. Классная идея. Йоу. Йоу, пониже, пониже штаны еще опусти. Вот так. Ну все, погнали. Так, твой билет. Йоу, суп. Добрый день, молодые люди. Ха, мы пришли к вам в кино. Что у вас идет? Мулан или оно? Пау-пау-пау. Гангстеры какие-то, надо быть поаккуратнее. Проходите в зал, занимайте места, но имейте в виду, у нас запрещена еда. Йоу, старик, мощно рифмуешь. По вопросам еды ты зря кипишуешь. Если бы хотели еду пронести, с легкостью тебя смогли бы развести. Йоу-йоу-йоу. Наконец-то вот нормальные ребята, всегда таких уважал. Билетики. Красава, бро. Проходите. Я же сам рэпер, сам пишу. Рифмы, глаголы, панчи, скилзы, вы знаете. Вроде даже конфетки не подтаяли. Отличная работа, бро. У нас созрел гениальный план, как пронести сладости в кинотеатр. Мы просто притворимся строителями. Вы, наверное, спросите, как мы это будем делать. Все элементарно просто. Мы берем валик, булочку для хот-дога. Снимаем валик. И продеваем булочку вместо валика. Так, теперь нужна краска. Так. Ну, смотрите, что там внутри. Нутелла. Так, открываем. Последняя ложечка. Так. И, конечно же, шпатель, чтобы намазывать краску на наш валик. Ну и нам нужно переодеться. И тарарарам! Последний штрих. Готово. Я думаю, пошли. Черное устройство оберанже. Да, что-то тут давно ремонтик, конечно, не делали. Да. Старенькое все. Да, еще неизвестно, что там внутри. Здрасте, вы кто? Ну как кто? Строители. Говорят, у вас там в помещении нужно стены подкрасить. Да, кинотеатр не новый, уже третью часть снимаем. А ну-ка покажите, что у вас там в ведре. Как что? Краска коричневая? Действительно краска. Проходите. Пойдем. Коричневый зал? Ты вообще директор вообще? Ничего не поймаю в стиле. Так, красочки на стеночку. Мы пронесли в кинотеатр уже много еды. И у меня появилась еще одна идея, как пронести напитки. Ну-ка, смотри, держи спрайт. Два литра. Так. Четыре литра. Так. Шесть литров спрайта и аквариум. Так, мы что, понесем спрайт в аквариуме? Да. Заливай сюда. Но это еще не все, я сейчас за рыбками схожу. Он что, собирается засунуть рыбок в спрайт? Сказали заливать спрайт, буду заливать. Так, ну как успехи? Ну все, смотри. Шесть литров спрайта. Ну что, вот рыбки. Держи. Запускаем и погнали. Здрасте. Здравствуйте. Два билетика. Так, два билетика. А это что такое? Аквариум с рыбками. Аквариум с рыбками, с серепашкой. Вы что, совсем красных черепах не бывает? Да вот же. Так, окей, сейчас проведем тест. Какой тест? Спрайт, значит, да? Пошли вон отсюда. Вон отсюда! Красные черепахи, спрайт пузырится. Ну кто в это поверит? Э, Гришка бы на смене не поверил, я его знаю. Я-то нет. Блин, ну вот почему не пускают со сладостями в кинотеатр? Ну а если мне плохо без них? Мне нужно их постоянно есть. Кобяков, твое голодание идет нам на пользу! Я только что придумал гениальный план. Слушай, мы скажем, что у тебя дефицит глюкозы и тебе постоянно нужно есть сладкое. Угу. Но все, конечно же, не просто так. Я буду в костюме врача и выпишу тебе справку. Хм, отличный план. И да, голубчик, здравствуйте, вот ваша справочка. Написано. Кобяков Владислав болен. Диагноз, дефицит глюкозы в крови. Врач, подпись, печать. Сердечко послушаем? Давайте. Так, слышу, слышу. Сердце есть, ждать будете. Так, смотрите, у меня для вас есть таблеточки для полного счастья. Ммм. Вкусная помощь. Так, у меня есть для няшной кавайны. О, это я. Ну, и вот есть такие таблеточки, называются пофигин в драже. Итак, держите. Также наполним носочкой кока-колой наш шприц. Так, готово. Ну что, идем? Так, стоять. Я такого у нас в буфете не видел. У нас со своим нельзя. Это таблеточки, он болен. Мне вообще-то можно, у меня даже справка есть. Да-да, почитайте, я могу подтвердить, я врач. Дефицит глюкозы в крови. А когда дефицит глюкозы, нужно что? Обязательно сладкое. А я лечащий врач, а вдруг ему плохо в зале станет? А я ему быстренько, оп, и инъекцию сделаю. Вы больной? А вы что, доктор? Доктор, я тут, он болен. Все, идем в кинотеатр, голубчик. А билеты? Пускай смотрят свой фильм, и так никто не ходит. Так, давайте посмотрим, что я вам выписал. Так, интересно, интересно. У меня есть лотинки. Угу. Вам надо побольше, побольше, у вас все дефицит. Владос, я придумал еще один способ, как можно пронести сладости в кинотеатр. Давай. Давай притворимся музыкантами, и в музыкальных инструментах пронесем сладости. Я, например, возьму саксофон. Знаешь, у меня тоже есть идейка, я сделаю чаймс. Чего ты сделаешь? Сейчас поймешь. Вот мой инструмент. Посмотрите. Я сделал музыкальный инструмент чаймс из желатинок. Ну, погнали. О, не, ребят, вы ошиблись. У нас сегодня в кинотеатре концертов не планируется. Так мы уже с концерта идем. Просто фильм уже вот-вот начнется. А инструменты домой не успели занести. Так это, может быть, вы инструменты у меня пока положите? Не, инструменты это святое. Мы их никому не можем услугать. Это член семьи. А это у вас что? Саксофон. Блин, всегда мечтал стать музыкантом. Ну, пока только рэпером получилось. Смотрите, что придумал. Черн Роллс Рой, забираю джекпот. Со мной, бэби, мама, на нее потратить все. Так это же строчки Тимати. Разве? Все, дай попробую. Что-то не получается. Нет, что-то не ваше. А на моем попробуйте сыграть. Ну, что-то не получается у вас. Не получается. Ну, ну что, мы это? Билетики. Держите. Ага. Проходите. Ладно, раз уж не музыкант, то хотя бы рэпер. Буду от каждого откусывать по сантиметрику. Чтобы уменьшалось одинаково. А у тебя как дела? Офигенно. Владос, тебе напоминает что-нибудь эта конфета? Нет. Ну как нет? Это же трость для стариков. Да, и это моя идея. Ну-ка, сейчас покажу. Держи. Это я что, буду стариком? Да. Так а сладости мы как пронесем? Ну вот смотри, ничего не напоминает? Трость из карамели. Да. Все, давай переодевайся. Ой, внучок. Палочку, палочку, палочку. Ой, спинка. Ну вот. В таком-то виде нас точно пропустят. Ой, пошли. Погнали. Ой, сколько лет уже не бывал в кинотеатре. Ну ничего, дедушка, сейчас хороший фильм посмотрим. Ой, а я же не вижу-то ничего. Ну ладно, разберемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Держите наши билетики. Что, решили с внуком сходить в кинотеатр? Да, внучок. Не, вот внук. Да, это внучок. Сыночек, пропусти, пожалуйста, уж спинка болит. Хочется на фильм. Молодец. Проходите. Спасибо, сыночек. Где-то на вторую часть Барби пошел. Модно. Вкусно. Владос, это что за прикид? Ну ты что, вообще не шаришь? Мы одеваемся в рыбаков. Это твой костюм. Цепляем червячка. Желатин его. А-а-а. Он по-любому на это клюнет, и мы пройдем. Ну давай попробуем. Ну и ведро червячков на всякий случай. Мы же на рыбалку. О-о-о! Здрасьте. Здрасьте, здрасьте. Салют, дядя. Так, билетики. Билетики. Так вы что, с рыбалки? Нет, мы после фильма на рыбалочку, на ночную. На ночную? Блин, я на прошлой неделе вот такого леща поймал. На странице ВКонтакте выложил. Заценим, заценим. А это вот что, червяк такой жирный? Да. Знаете, это примета. Чтобы задобрить рыбку, надо поплевать на червячка. Да давайте я вам всех задобрю. Поплевать на червячка, значит, да? Да, плевать будет. Такого еще поймал. Ну спасибо, спасибо. Мы на фильм. Проходите. Рыбачки. Своечки. Нормально, ребята, сразу видно. Будешь? Ну хоть фильм посмотрим. Есть две пачки чипсов. И так хочется ими похрустеть в кинотеатре. Угу. Говорят, если есть чипсы в кинотеатре, они в два раза вкуснее. Но есть идея, как их пронести? Так, пачки чипсов большие. А что если мы из них сделаем портфель? Приделаем к ним шлейки, накинем на спину и пойдем в кинотеатр. Давай попробуем. Ох. Ради этого способа пришлось пожертвовать с двумя портфелями. Из коллекции А4? Ты что такие глупости говоришь? Ладно, давай их приделывать. Так. У тебя как дела? Нормально, вроде получается. Я готов. Я тоже. Блин, модненькие получились. Погнали. Здрасте. Здрасте, ребята. Так, билетик. Билетик. Блин. Подожди. Я походу билетики забыл. Я что не могу найти? Ну мы покупали. Уже скоро сеансы начинаются, ребята. Давайте по-быстренькому. Блин. Сейчас за вами очередь образуется. Да мы покупали, я не знаю. Поспочи. Да нету. Не знаю, по карманам, может по портфелям посмотрите. Да нет, в портфеле точно нету. Нет, в портфеле точно нету. Как это? Ну посмотрите. Так, давайте я вам помогу. Идите сюда. Идите сюда. О! Какой необычный рюкзак. Прикольный лейс, брендированный. Брызовый? Да не надо его. Зачем? Так, что вы думаете? Я с рюкзаком обычным не справлюсь. Так, странно. Молний нету, не открывается. Run. Это что, чипсы? Пошли вон! За чипсы спасибо. Блин, этот охранник не пробивной. Согласен. Давай возьмем его на таран. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Регби! Ага. Получается, я тебя возьму, дам пас, а ты полетишь и сделаешь тачдаун в билетерах. Яс. Ладно, не знаю, как это сработает, но давай попробуем. Погнали. Так, а это что такое? Кобяков, на позиции! Занял, готов? Пасуй! Пасую! Пошел, 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 пошел! Так, что это было? А что с нами будет? Мы же билетера покалечим, нам штраф за это дадут. Жесть! Сейчас позвонят в милицию. Так, ну-ка, шли вон отсюда! А где отсюда? Сейчас тебя тоже за ухо увидят. Я и Регби, мы 10 лет вместе. Я по телеку смотрю. А, билетики выше, билетики выше. Ага. Ну что, билетер? Здравствуйте, Михаил Павлович. Кинотеатр наш закрывается. Как закрывается? А я... Ну что уже, третья часть, никому уже не интересно ходить в кинотеатр. Как это не интересно? Так а что нужно сделать, чтобы мы на четвертую серию продлили аренду? Ну если 2 миллиона лайков подписчики насоберут, ну так уж и быть, продолжим. Ребята, ставьте лайк, давайте насобираем 2 миллиона. Павлович, вы слышали, что говорит? Закроемся! Меня на биржу труда уж вообще нельзя, никто никуда не возьмет. Лайки нужны. Ребята, наставьте 2 миллиона лайков, обещаю. Никого с едой в кинотеатр не пропущу. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя ламба.